Тот, кто пришел и сказал, нам нечего бояться, но мы боимся самих себя. Рузвельт говорил так же, это правда. Вы знаете, что такое паника? Паника — это необоснованный страх. Когда боишься и не знаешь, чего же ты боишься, ты спрашиваешь кого-либо, чего ты боишься, и в ответ, не знаю. Я просто, ну знаешь ли, просто боюсь. Когда вы идете со страхом, вы усиливаете врага. 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 Кто-то скажет, как Бог может ничего не делать. Вы помните, что случилось с Иовом, когда Бог сказал сатане, что тот в его руках только потому, что он дал ему право? Я дал ему право повелевать тобой, а он дал тебе право повелевать собой. Даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. И что произошло? Вы не поверили, а из-за того, что не поверили, боитесь его. У вас есть власть над дьяволом, а вы боитесь его. Почему? Потому что вы не верите, что у вас есть сила и власть над ним. Разве не грустно? Дьявол пришел в ваш дом и передвинул что-то. Вы только что купили новый дом, и он передвинул что-то с одного места на другое, и вы бросаете свой дом, потому что он что-то подвинул. А ведь вы можете сделать то же самое, передвинуть вещь обратно, а вы позволяете дьяволу получить ваш дом, лишь потому что в нем что-то подвинулось. Наверное, в этом доме живут привидения. Я больше никогда в него не вернусь. Думаете вы? Вы не должны позволять себе быть напуганным. В мой дом, тот, за который я только что расплатился... Нет, дьяволу придется убраться отсюда. Ему придется убраться. Страх и неверие идут рядом. Люди не любят, когда им говорят, что они ни во что не верят. И тем не менее, страх — это свидетельство того, что вы не верите. Страх — это свидетельство того, что в вас есть неверие. И знаете, как только вы теряете веру, вы перестаете верить в то, что сказал Господь. Страх — это свидетельство отсутствия веры. Как только вы отвергаете страх, вы парализуете сатану, и он не может причинить вам вреда. Когда вы отвергаете страх, это значит, что вы верите Богу и парализуете сатану. Вы понимаете, что наша вера и уверенность в Слове Божьем парализуют дьявола. Он связан по рукам и ногам, поскольку мы верим Божьему Слову. Что же он может сделать тому, кто верит в Слово Божие? Как только он атакует вас, вы обращаетесь к Слову Божьему, и он ничего не может поделать, поскольку вы отвергаете страх. Он парализован. Если вы попали в беду и страх, последнее, что бы вы хотели испытывать, поскольку вы знаете, позволив себе страх, вы позволяете врагам из ада мучить вас, то первое, что вы должны сделать, это вспомнить цитату из Библии, в которую вы больше всего верите, на которую можно опереться. И вы парализуете дьявола, отвергнув страх. Вы слышите меня. Вы не можете одновременно верить в Бога и бояться. Не выйдет. Это противоречие. Так не может быть. Вы не можете сказать, я верю в Божье Слово, но мне страшно, ведь страх показывает, что в вас нет веры. Сказать, я боюсь, все равно, что впустить в себя неверие и отречься от Божьего Слова. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Ой, я боюсь. Что не заработаю достаточно в этом месяце, вы не верите. Для верующего не верите бояться грешно. Вы знаете, что значит грешно? Это то, что мы понимаем под греховной сущностью или извращенной сущностью. Вы знаете, что означает греховность? Это извращенная правда. Вы говорите, я верю в Слово Божие, но я боюсь. Вы кривите душой. Все, что не идет в согласии с Библией, греховно и зло. Все, что не идет в согласии с Библией, греховно и зло. Я знаю, что какой-нибудь престарелый выпускник теологического колледжа может сказать, да, уж прям и все. Да, все, мой дорогой, все, что не идет в согласии с Библией, греховно и зло. Вы не можете вынести из этого ничего правильного. Нет ничего правильного в том, что два человека спят вместе, и при этом они не женаты. Это порочно. Это грешно. Вот что я вам скажу про греховность. Греховность всегда содержит частицу истины, потому что все, что ей нужно, это лишь часть правды. Она говорит, Библия создала секс. И тут же все перевернув, добавляет. И теперь мы можем им заниматься. Это извращение. Извращенная правда. Грешна. Если вы говорите кому-то, что страх это естественно, главное верить в Бога, то вы ошибаетесь. Это неверно. Это не так. Это не идет в согласии со Словом Божиим. И это зло и грешно. Я еще раз объясню, что происходит. Когда вы не верите в то, что говорите, то это значит, что вы не верите в Слово Божие. Вы говорите, я боюсь, что сделаю что-то не так, и со мной что-то случится. Почему? Почему вы не верите Божьему Слову? Неверие и страх связаны воедино. Они связаны воедино, и мы должны развязать их. Боязливых же и неверных, участь в озере, горящем огнем и серым. Давайте откроем книгу Откровения. Это описано здесь, в 21 главе. Я, например, верю в это озеро. Скажи, я не хочу в ад. По-моему, там слишком жарко. Там нет друзей и приятелей. Я не хочу в ад. Там нет отдыха и куриных ребрышек. Я не хочу в ад. Там есть лишь человечьи ребра, но я не ем человечьи ребра. Я не буду слушать всяких умников, которые говорят, что ад — это то, что вокруг, и я не попаду в ад. Я не хочу идти в ад из-за тебя. Мне очень хочется тебе врезать, но я не хочу в ад. Значит, я буду любить тебя. Я не хочу попасть в ад из-за кого-то. Из-за себя еще, ладно, но из-за кого-то. Нет, в аду слишком жарко. Я не хочу туда, где жарко. Я мотивирован, очень мотивирован. А некоторые нет. Они говорят, что не верят в ад. Некоторые не мотивированы, потому что не верят в ад. Они говорят, все эти россказни про ад лишь для того, чтобы завлечь людей в церковь. Я настроен. И вот что настраивает меня освободиться от страха. Вы не можете привлекать людей адом. Нельзя. Нельзя этого делать. Итак, книга Откровения, 21 глава. Восьмой стих. Я по-настоящему мотивирован тем, что является истинной. Нельзя так делать. Давайте Библию посмотрим. Здесь говорится, сладкая речь прибавит к учению. Я хочу, чтобы вы научились сегодня. Седьмой и восьмой стих. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, вот где они. Вот где они сплелись, даже в аду. Боязливые и неверные. О чем это говорит? О том, что нельзя быть боязливым без неверия, и нельзя быть неверующим без боязни. И скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, учесть в озере, горящим огнем и серую. Это смерть вторая. Я уже говорил вам, что собираюсь умереть всего лишь один раз. Кто-то скажет, «Да ладно, преподобный! Немного страха, это же ничего!» Вот что я вам скажу на это. Немного страха, затем немного лжи, и так далее. Это ненормально. Немного идолопоклонства, немного колдовства, немного заблуждения. Все это нехорошо. Пойти к гадалке, чтобы она завянула в свой хрустальный шарик, прочла по руке прошлое и настоящее, в этом нет ничего хорошего. Вам просто было любопытно узнать, что она вам скажет, и тем не менее это нехорошо. Вы скажете, что немного любодейства тоже нормально? Всего чуть-чуть. Это всего лишь гормоны. Господь не заметит, что я сделал пару исключений для себя. Немного любодейства, всего немного. Я же не говорю о десятках женщин. Всего двух, трех, это же ничего. Ну а что дальше? Немного убийства. Ну да, всего немного. Не более пяти в течении жизни. Скажем, полтора. Это же всего ничего. Это понравится всем. Это даже полезно, убить кого-то. И для здоровья, и для психики. А немного гадостей. Да ладно, Богу же все равно. Он даст мне право на две-три гадости. Можно и немного неверия. Это же не значит, что я должен верить во все, что написано в Библии. Это никому не повредит. Это даже здорово. Иметь немного неверия держит в тонусе. И, конечно, немного страха. Не знаю, как вас, а меня страх мотивирует. Скажете вы. Это нормально. Видите, как нелепо это выглядит. Но ведь это в точности то, что мы говорим себе, когда пытаемся противоречить Библии и мириться со страхом и неверием. Они тесно связаны. Понимаете, там, где есть зло и неверие, там есть страх. Многие проходят через это. Просто злятся все время. Просто злятся и злятся. Найдите человека, который зол, и вы найдете человека, который полон страха. В нем так много страха, что единственный путь выразить его через злобу. И злость становится выражением того, чего он боится. Спросите себя, чего вы боитесь. Ведь если вы поймете, чего вы боитесь, то вы сможете понять и то, во что не верите, и то, из-за чего злитесь. И знаете что? Как только вы миритесь со страхом, вы миритесь со злобой. Поскольку если нет страха, то вам нечего выражать с помощью злобы. А вы просто боитесь. Боитесь того, что ваша жена вас не уважает, и злитесь на нее. Боитесь, что у вас не хватит денег, и злитесь на нее. Вы боитесь того, что она взяла вашу кредитку, и теперь будет тратить ваши деньги. Вы даже не знаете, что она купит. Хотя она пошла не в бутик, а в продуктовый магазин. Вы даже не понимаете, чего боитесь, и начинаете злиться до того, как начинаете понимать. Мне кто-то рассказывал про то, как в супермаркете пытались стащить продукт стоимостью в 3 доллара. Разве не грустно? Просто злоба. Заключая сделку со страхом, вы заключаете сделку со злобой. Люди не должны заключать сделку со страхом. Они любят прикрывать страх злоба. Я спрашиваю, чего вы боитесь? И в ответ, я не боюсь ничего. Ничего и никого. А если ты мужик, знаешь кого-то, кого я могу испугаться? Приведи его, я ему задам. Почему вы хотите драться? Чего вы боитесь? И в ответ, ну я настоящий мужик. А для настоящего мужика, ну ты знаешь, это вроде как... Ну ты понял. Чего я понял? Только ты до сих пор не сказал мне, чего ты боишься. Мы натренированы ходить вокруг да около, не касаясь страха. И мы заключаем с ним сделку, потому что... По некоторым причинам... По некоторым причинам мы считаем, что страх принижает нас. Мы считаем, что падаем в глазах людей, когда говорим, что боимся чего-либо. Вы все должны понять, что если вы не будете бороться со своими страхами, то тогда ваши страхи восстанут против вас. Поначалу они маленькие, но если вы миритесь с ними, то они растут и крепнут день ото дня. И может так случиться, что маленькая проблема в вашем браке, которой вы страшитесь, в один день станет чем-то, что выйдет из-под контроля. И вы злитесь по любому поводу. Я и моя жена больше не можем быть вместе. Я чувствую, как утекают деньги, потому что каждый день слышу... Дорогой, я в торговый центр. Зачем тебе туда? Ты что, не была там вчера? Я иду туда, чтобы забрать нашу дочь. Страх закрывает Богу доступ в вашу жизнь. Он дает доступ сатане, но закрывает его Богу. Бог старается попасть в вашу жизнь, чтобы помочь вам, но не может. Страх закрыл ему дорогу. Представьте это. Представьте Бога, пытающегося открыть дверь в вашу жизнь, а страх это то, что не дает ему войти. Он даже не может войти. Он не может войти. Он не может действовать от вашего имени, если вы не верите ему. И, конечно, у многих из нас есть необоснованный страх. Сатана потратил много времени и денег на то, чтобы вложить страх нам в уши. Включите новости, и вы увидите 24-часовую подачу страха. Час за часом. Смотрите, сколько людей осталось без работы. Посмотрите, сколько предприятий закрылось. Собираются уволить более 500 служащих. А нет, 5000! Нагрузка на налогоплательщиков возрастет на 30 миллионов. И вдруг вас вызывают на работу. О, Иисус! Вас просят, что с тобой? А ты ответишь, мы все можем лишиться работы. Уже вышел приказ? Вам ответят, да нет. Ты же вроде спокойный обычный. Да, но кто знает, что может проявить? Это необоснованный страх. У них нет оснований для него. Они просто боятся. А почему? Потому что этот страх вбили им в голову. Они слушали об этом все время. И знаете что? Когда вы готовитесь к нужде, когда откладываете на черный день, когда готовитесь к недостатку, вы словно говорите, «Я не верю в Иегова Ире. Я не верю в то, что его обещания сбудутся. Я не верю, что он воздаст мне по нуждам моим, по богатству своему и во славу». А вместо того, чтобы бояться, вместо того, чтобы открывать рот, нужно твердо стоять на своем. Нужно сказать себе, «Я не буду нуждаться. Господь воздаст мне, и я не буду испытывать нужду». Все, к чему я не прикоснусь, начинает процветать. Не идите по жизни со страхом. Мы отвергаем нужду. Мы отталкиваем недостатки. Наш Бог превыше всего. Не будет нужды и голода для тех, кто ищет Господа нашего. Скажите, страха нет. Никакого. Воскликни, «Нет страха». Вам нужно взяться за ум. Не стоит беспокоиться по поводу цен на газ. Не стоит ничего бояться. Кто-то скажет, «Запасы питьевой воды истощаются». Ну, я скажу, «Под землей полно воды». Полно. Поиди на задний двор, возьми ложку и копни пару раз. Вы найдете немного воды. Не стоит бояться пустяков. И хватит просить милостыню. Хватит быть напуганным. Встаньте и найдите работу. Вы скажете, «А сейчас работы нет». Может быть, возможно, сейчас нет именно той работы, что вы хотите, но работа-то есть? Устройтесь пока куда-нибудь, а затем перейдете туда, где больше нравится. Вот сейчас я чувствую присутствие Духа Святого. Аминь. А сейчас откройте книгу Иова, 3 главу, 25 стих. Помните, что там сказано? Давайте взглянем еще раз. Книга Иова, 3 глава, 25 стих. Давайте прочтем слух. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». То есть страх будет вести вас к тому, чего вы боитесь, так же, как вера в итоге приведет вас к тому, во что вы верите. Страх — это духовный коннектор, и именно поэтому вам не следует бояться. Страх делает ваше сердце злым и неверующим, а также срезает весь урожай, данный Богом. Сатана хочет, чтобы вы мирились со страхом и передали его детям и внукам. Страх сопроводит вас прямо в ад, на ходу меняя мышление. Сатана пытается внедрить в вас страх, чтобы вы не могли пользоваться той властью, что дал вам Бог. Он пытался внедрить страх даже в Иисуса. Тогда в пустыне он обещал ему, что не отправит его на крест, если Иисус отречется от слов, что он Сын Господень. Сатана знал, кем на самом деле был Иисус, но пытался уговорить того отречься. Его план провалился. И Иисус не сделал этого, и теперь у вас есть власть над демонами и духами, так что нет причин бояться. Страх столкнет вас с пути Библии и потопит вас. Итак, дамы и господа, Иисус пришел на землю, чтобы окончательно обезвредить Сатану, у которого было жало смерти. Ему это удалось. Он забрал эту силу и отдал нам. И теперь у нас есть сила и власть над врагом. Сейчас нет смысла бояться смерти, ведь у вас в руках сила жизни. А где вы храните силу смерти и силу жизни? В силе своего языка. Интересно, правда? Вы главный свидетель. И вы даете жизнь или приносите смерть своими словами. То есть, когда вы контролируете свой язык, вы меняете мир. Если вы говорите о страхе, то продолжаете сеять его. Когда вы боитесь, послушайте меня. То, чего вы боитесь, напрямую зависит от того, во что вы не верите. Скажите себе, я сделаю все, чтобы прибить его. Определите, во что вы не верите, разберитесь в себе, и страх уйдет. Когда-то давно, в одно Рождество, когда Тэффи и я только поженились, у меня был огромный долг по кредитной карте. Где-то 30 тысяч долларов. Нашей семье приходилось очень непросто. Мы молились, и однажды Бог сказал мне, чтобы оплатить чек, я должен поделить его на равные части и давать их каждому, кто приходит в мой дом. И тут же пришел страх. Поверьте, я знаю, о чем говорю вам сегодня. Я взял Библию, пошел в спальню, упал на колени и стал читать каждую строчку, посвященную Севу и Жатве. Я смотрел на эти строки, читал их вслух, обдумывал, молился. Я потратил тогда достаточно много времени, но вышел оттуда абсолютно уверенный в том, что Бог сделает то, что я только что прочел в Его Слове. И знаете, что произошло? Я заметил, что больше не боюсь. Я больше не боялся того, что если поступлю так, то затем у меня будут проблемы со счетами по кредитной карте. Я справился с неверием. Я поборол страх. Вера теперь могла действовать, поскольку я верил в то, что делал и о чем думал. Посеянный во множество рук, долг по кредитке исчез через 30 дней. Мы расплатились. Он исчез. Почему? Слушайте, что делает страх? Он пытается запереть Бога снаружи, не пустить его. Вера и страх не могут существовать в одно и то же время. Они не могут делить трон. Если вы миритесь со страхом, оставаясь в неверии, или позволяете страх удержать вас в нем, тогда все пойдет наперекосяк. Время, в которое мы живем, дамы и господа, время великих совершений и величайших чудес, даруемых нам, Богом. Мы должны помолиться за наше правительство, и они сделают то, о чем мы молились. Ничто на земле не появится без молитвы. И когда мы будем молиться за них, мы осуществим выбор. У нас теперь есть ответственность молиться за нового администрацию перед Богом во имя мира на этой земле, и чтобы мы могли продолжать провозглашать здесь Евангелие. Слышите, что я говорю? Но в то же время руководство не должно быть вашим источником. Правительство не должно быть вашим источником. Вы христиане, и должны следовать за Богом во всем, что вы делаете. Он должен быть вашим источником. Я не знаю, с чего вдруг некоторые решили, что с приходом новой власти они разбогатеют. С чего вы это взяли? Это не так. Не будет этого. Как такое может быть, когда у страны внешний долг 7 триллионов долларов? Мы должны молиться, иначе нас ждут проблемы. Ведь когда придет время платить налоги, многие не смогут этого сделать. Это ударит по многим. Общественные школы вдруг начнут закрываться. Публичные мероприятия отменятся, и все потому, что не будет денег. Их не будет в бюджете, если людям будет нечем платить налоги. Они просто скажут, «Я их не получил, у меня нет работы». Но это не касается меня и вас, ведь мы платим десятину. Мы сеем. Мы верим в Бога. И лучшее будущее. В нас нет страха. Сейчас именно то время, когда мы можем сплотить общество. Если с вами что-то произошло, вы получили повышение, выросли духовно, не удивляйтесь. Для тех, кто не боится и верит в Бога, грядут великие времена. Я предсказываю вам изобилие. Я предсказываю вам перемены. Я предсказываю вам повышение. Я предсказываю вам рост. Я предрекаю, что это будет самый лучший год с финансовой и других точек зрения. А теперь возрадуйтесь. и будьте безмерно счастливы без всякого страха. Я предрекаю для вас благословение в Боге всемогущем Иегова Ира. Скажите, здесь нет страха. Скажи, здесь нет страха. Мы должны верить Богу. Тот, кто пришел и сказал, нам нечего бояться, но мы боимся самих себя. Рузвельт говорил так же, это правда. Вы знаете, что такое паника? Паника это необоснованный страх. Когда боишься и не знаешь, чего же ты боишься, ты спрашиваешь кого-либо, чего ты боишься, и в ответ не знаю. Я просто, ну знаешь ли, просто боюсь. когда вы идете со страхом, вы усиливаете врага. 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 Кто-то скажет, как Бог может ничего не делать. Вы помните, что случилось с Иовом, когда Бог сказал сатане, что тот в его руках только потому, что он дал ему право? Я дал ему право повелевать тобой, а он дал тебе право повелевать собой. Даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. И что произошло? Вы не поверили, а из-за того, что не поверили, боитесь его. У вас есть власть над дьявлом, а вы боитесь его. Почему? Потому что вы не верите, что у вас есть сила и власть над ним. Разве не грустно? Дьявол пришел в ваш дом и передвинул что-то. Вы только что купили новый дом, и он передвинул что-то с одного места на другое, и вы бросаете свой дом, потому что он что-то подвинул. А ведь вы можете сделать то же самое, передвинуть вещь обратно, а вы позволяете дьяволу получить ваш дом, лишь потому что в нем что-то подвинулось. Наверное, в этом доме живут приидения. Я больше никогда в него не вернусь, думаете вы? Вы не должны позволять себе быть напуганным. В мой дом? Тот, за который я только что расплатился? Нет, дьяволу придется убраться отсюда. Ему придется убраться. Страх и неверие идут рядом. Люди не любят, когда им говорят, что они ни во что не верят. И тем не менее, страх – это свидетельство того, что вы не верите. Страх – это свидетельство того, что в вас есть неверие. И знаете, как только вы теряете веру, вы перестаете верить в то, что сказал Господь. Страх – это свидетельство отсутствия веры. Как только вы отвергаете страх, вы парализуете сатану, и он не может причинить вам вреда. Когда вы отвергаете страх, это значит, что вы верите Богу и парализуете сатану. Вы понимаете, что наша вера и уверенность в Слове Божьем парализуют дьявола. Он связан по рукам и ногам, поскольку мы верим Божьему Слову. Что же он может сделать тому, кто верит в Слово Божие? Как только он атакует вас, вы обращаетесь к Слову Божьему, и он ничего не может поделать, поскольку вы отвергаете страх. Он парализован. Если вы попали в беду, и страх – последнее, что бы вы хотели испытывать. Поскольку вы знаете, позволив себе страх, вы позволяете врагам из ада мучить вас, то первое, что вы должны сделать, – это вспомнить цитату из Библии, в которую вы больше всего верите, на которую можно опереться. И вы парализуете дьявола, отвергнув страх. Вы слышите меня? Вы не можете одновременно верить в Бога и бояться. Не выйдет. Это противоречие. Так не может быть. Вы не можете сказать «Я верю в Божие Слово, но мне страшно, ведь страх показывает, что в вас нет веры». Сказать «Я боюсь» – все равно, что впустить в себя неверие и отречься от Божьего Слова. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. «Ой, я боюсь, что не заработаю достаточно в этом месяце». Вы не верите. Для верующего не верите бояться грешно. Вы знаете, что значит грешно? Это то, что мы понимаем под греховной сущностью или извращенной сущностью. Вы знаете, что означает греховность? Это извращенная правда. Вы говорите, «Я верю в Слово Божие, но я боюсь». Вы кривите душой. Все, что не идет в согласии с Библией, греховно и зло. Все, что не идет в согласии с Библией, греховно и зло. Я знаю, что какой-нибудь престарелый выпускник теологического колледжа может сказать, «Да, уж прям и все». «Да, все, мой дорогой, все, что не идет в согласии с Библией, греховно и зло». Вы не можете вынести из этого ничего правильного. Нет ничего правильного в том, что два человека спят вместе, и при этом они не женаты. Это порочно. Это грешно. Вот что я вам скажу про греховность. Греховность всегда содержит частицу истины, потому что все, что ей нужно, это лишь часть правды. Она говорит, «Библия создала секс». И тут же все перевернув, добавляет, «И теперь мы можем им заниматься». Это извращение. Извращенная правда. Грешна. И если вы говорите кому-то, что страх — это естественно, главное — верить в Бога, то вы ошибаетесь. Это неверно. Это не так. Это не идет в согласии со Словом Божиим. И это зло и грешно. Я еще раз объясню, что происходит. Когда вы не верите в то, что говорите, то это значит, что вы не верите в Слово Божие. Вы говорите, «Я боюсь, что сделаю что-то не так, и со мной что-то случится». Почему? Почему вы не верите Божьему Слову? Неверие и страх связаны воедино. Они связаны воедино, и мы должны развязать их. Боязливых же и неверных участь в озере, горящем огнем и серым. Давайте откроем книгу Откровения. Это описано здесь, в 21 главе. Я, например, верю в это озеро. Скажи, «Я не хочу в ад». По-моему, там слишком жарко. Там нет друзей и приятелей. «Я не хочу в ад». Там нет отдыха и куриных ребрышек. «Я не хочу в ад». Там есть лишь человечьи ребра, но я не ем человечьи ребра. Я не буду слушать всяких умников, которые говорят, что ад — это то, что вокруг, и я не попаду в ад. Я не хочу идти в ад из-за тебя. Мне очень хочется тебе врезать, но я не хочу в ад. Значит, я буду любить тебя. Я не хочу попасть в ад из-за кого-то. Из-за себя еще, ладно, но из-за кого-то нет. В аду слишком жарко. Я не хочу туда, где жарко. Я мотивирован. Очень мотивирован. А некоторые нет. Они говорят, что не верят в ад. Некоторые не мотивированы, потому что не верят в ад. Они говорят, все эти россказни про ад лишь для того, чтобы завлечь людей в церковь. Я настроен. И вот что настраивает меня освободиться от страха. Вы не можете привлекать людей адом. Нельзя. Нельзя этого делать. Итак, книга Откровения, 21 глава. Восьмой стих. Я по-настоящему мотивирован тем, что является истиной. Нельзя так делать. Давайте Библию посмотрим. Здесь говорится, сладкая речь прибавит к учению. Я хочу, чтобы вы научились сегодня. Седьмой и восьмой стих. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных... Вот где они. Вот где они сплелись, даже в аду. Боязливые и неверные. О чем это говорит? О том, что нельзя быть боязливым без неверия. И нельзя быть неверующим без боязни. И скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов. Участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. Я уже говорил вам, что собираюсь умереть всего лишь один раз. Кто-то скажет, да ладно, преподобный. Немного страха, это же ничего. Вот что я вам скажу на этом. Немного страха, затем немного лжи, и так далее. Это ненормально. Немного идолопоклонства, немного колдовства, немного заблуждения. Все это нехорошо. Пойти к гадалке, чтобы она залянула в свой хрустальный шарик, прочла по руке прошлое и настоящее, в этом нет ничего хорошего. Вам просто было любопытно узнать, что она вам скажет. И тем не менее, это нехорошо. Вы скажете, что немного любодейства тоже нормально? Всего чуть-чуть. Это всего лишь гормоны. Господь не заметит, что я сделал пару исключений для себя. Немного любодейства. Всего немного. Я же не говорю о десятках женщин. Всего о двух, трех. Это же ничего. Ну а что дальше? Немного убийства. Ну да. Всего немного. Не более пяти в течение жизни. Скажем, полтора. Это же всего ничего. Это понравится всем. Это даже полезно, убить кого-то. И для здоровья, и для психики. А немного гадостей. Да ладно, Богу же все равно. Он даст мне право на две-три гадости. Можно и немного не веря. Это же не значит, что я должен верить во все, что написано в Библии. Это никому не повредит. Это даже здорово. Иметь немного неверия держит в тонусе. И, конечно, немного страха. Не знаю, как вас, а меня страх мотивирует. Скажете вы. Это нормально. Видите, как нелепо это выглядит. Но ведь это в точности то, что мы говорим себе, когда пытаемся противоречить Библии и мириться со страхом и неверием. Они тесно связаны. Понимаете, там, где есть зло и неверие, там есть страх. Многие проходят через это. Просто злятся все время. Просто злятся и злятся. Найдите человека, который зол, и вы найдете человека, который полон страха. В нем так много страха, что единственный путь выразить его через злобу. И злость становится выражением того, чего он боится. Спросите себя, чего вы боитесь. Ведь если вы поймете, чего вы боитесь, то вы сможете понять и то, во что не верите, и то, из-за чего злитесь. И знаете что? Как только вы миритесь со страхом, вы миритесь со злобой. Поскольку если нет страха, то вам нечего выражать с помощью злобы. А вы просто боитесь. Боитесь того, что ваша жена вас не уважает, и злитесь на нее. Боитесь, что у вас не хватит денег, и злитесь на нее. Вы боитесь того, что она взяла вашу кредитку и теперь будет тратить ваши деньги. Вы даже не знаете, что она купит. Хотя она пошла не в бутик, а в продуктовый магазин. Вы даже не понимаете, чего боитесь, и начинаете злиться до того, как начинаете понимать. Мне кто-то рассказывал про то, как в супермаркете пытались стащить продукт стоимостью в 3 доллара. Разве не грустно? Просто злоба. Заключая сделку со страхом, вы заключаете сделку со злобой. Люди не должны заключать сделку со страхом. Они любят прикрывать страх злобой. Я спрошу, вы чего вы боитесь? И в ответ, я не боюсь ничего, ничего и никого. А если ты мужик, знаешь кого-то, кого я могу испугаться? Приведи его, я ему задам. Почему вы хотите драться? Чего вы боитесь? И в ответ, ну я настоящий мужик. А для настоящего мужика, ну ты знаешь, это вроде как... Ну ты понял. Чего я понял? Только ты до сих пор не сказал мне, чего ты боишься. Мы натренированы ходить вокруг да около, не касаясь страха. И мы заключаем с ним сделку, потому что... По некоторым причинам... По некоторым причинам мы считаем, что страх принижает нас. Мы считаем, что падаем в глазах людей, когда говорим, что боимся чего-либо. Вы все должны понять, что если вы не будете бороться со своими страхами, то тогда ваши страхи восстанут против вас. Поначалу они маленькие, но если вы миритесь с ними, то они растут и крепнут день ото дня. И может так случиться, что маленькая проблема в вашем браке, которой вы страшитесь, в один день станет чем-то, что выйдет из-под контроля. И вы злитесь по любому поводу. Я и моя жена больше не можем быть вместе. Я чувствую, как утекают деньги, потому что каждый день слышу... Дорогой, я в торговый центр. Зачем тебе туда? Ты не везет.